Цифровая эра требует не только новых навыков от выпускников школ и вузов, но и других подходов в обучении. На заседании Совета ректоров обсуждали ключевые задачи цифровой трансформации. Встретились на базе госуниверситета, а власти также рассмотрели вопрос участия ульяновских вузов в реализации федеральной стратегии цифровой трансформации. В прошлом году, когда университеты ушли на дистанционное обучение, развитием цифровых технологий занялись вплотную. Создаются информационные среды. Если, например, нашего университета, у нас электронная информационная образовательная среда функционирует уже три года, но когда шарахнула пандемия, мы поняли, что тест надо проводить серьезно, ее надо дорабатывать. Это понятно, что нормальная эксплуатация выявляет массу проблем. К слову о цифровизации в регионе. На базе опорного вуза планируют создать цифрового двойника студента. Реализация этой идеи позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения. В будущем по заказу работодателя появится возможность подбирать кадры и обеспечивать выпускников работой по специальности. На заседании глава региона Сергей Морозов рассказал про федеральную программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которая направлена на поддержку вузов. На первом этапе в нее будет отобрано 120 участников. По мнению Морозова, Ульяновский государственный университет соответствует всем требованиям, чтобы войти в их число. Дистанционное обучение в плане того, когда возникают пандемии, подобные ковиду, которые сейчас были. Но никто не отменял общение с педагогом, с наставником, с учителем. Поэтому я за цифру, но в рамках того разумного, чтобы цифра не отменила учителя. Сергей Морозов отметил, что очень важно определить задачи и состав совета. А также предложил ввести новую должность сопредседателя совета по вопросам цифровизации. Им станет депутат Государственной думы Владимир Кононов.